В Чебоксарах начались съемки нового фильма «Егор Шилов». О создании картины ее авторы задумались два месяца назад. Именно тогда был написан сценарий. Съемочная группа работает на натуре. Первые сцены снимали в кафе. Не обошлось и без участия известных лиц. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Разбивается тарелка, все собирают по осколочку. И в конце проекта, когда закончилась последняя крайняя сцена, приходят и складывают по кусочкам. Раз, два, три. После разбитой на удачу тарелки команда «Мотор». Съемки нового проекта Юрия Спиридонова начались в международный женский день. Авторы фильма говорят, картина станет их подарком прекрасной половине. «Егор Шилов» история о любви и преодолении трудностей. По сюжету главная героиня становится свидетелем убийства. На девочку объявляется настоящая охота, но у нее появляется защитник, который готов бросить вызов преступникам. Других секретов режиссер пока не раскрывает, но уже уверен, что получится интересное кино. Глобальных сцен таких особо не будет. Все-таки это фильм о жизни, это не блокбастеровский фильм. Но у нас есть одна такая сложная сцена, где будет задействовано очень много народу. Это будет с выездом, но выезд у нас не за пределы республики. На трассу. Для исполнителей главных ролей съемки в этом фильме дебют. Юная актриса, взявшая себе известный псевдоним Таня Юн, признается. Было сложно вжиться в образ киношной Матильды. А вот актер Валерий Тарасов в своем герое нашел общие черты. Немногословный, спортивный, честный, по сюжету, «Егор Шилов» отставной военный офицер. Я служил в армии, ну, правда, это было давно, но я помню, как сейчас все это, все эти моменты. И, по идее, у меня и жизнь такая же дисциплинированная. К этому я очень долго готовлюсь. Надо... Я вспоминаю какие-то грустные моменты, когда я поругалась с родителями. Или что-то такое грустное случилось у меня. Я вспоминаю такие моменты и настраиваюсь. Мы с Юрием Николаевичем работаем над тем... Над моим состоянием, над всем вот этим, чтобы меня настраивать к фильму. Саундтрек к этому фильму написал Рома Жиган. Авторы картины даже пригласили известного рэпера в Чебоксары. Несмотря на плотный график, певец на съемки приехал. Вообще, говорит он, сняться в кино мечтал давно. Жигану предложили небольшую роль в эпизоде. Сейчас в кино, как и все остальное, поднимается. Это спорт, кинематограф, музыка. То есть индустрия развлечений должна развиваться. И мы те люди, которые можем этому посодействовать, это подтолкнуть в массы. Тут нужно реально работать, выкладываться, отдавать себя. Картину Егор Шилов создает национальная киностудия «Чувашфильм». Для съемочной группы это далеко не первый опыт. Сейчас готовятся к выходу на экраны и фильмы «Обочина». К чувашской киноиндустрии сейчас присматриваются и в других странах. На презентацию новой картины приехали и гости из Турецкой Республики. Есть ряд турецких проектов, которые мы хотим реализовать с Чувашской Республикой. Сейчас они находятся на стадии переговоров. Мы видим амбициозные цели. Проекты очень интересные и будут востребованы в Турции. Первые эпизоды фильма Егор Шилов снимали в одном из столичных кафе. Съемочной группе приходилось работать даже в кромешной темноте. Чтобы добиться эффектной картинки, режиссер использовал в работе только два световых прибора. Эпизоды, которые были сняты сегодня в Чебоксарском кафе, авторы фильма называют ключевыми, но впереди у съемочной группы еще масса работы. Планируют снять не менее 20 сцен. Премьера фильма Егор Шилов состоится на одном из фестивалей. Времени остается немного. Склеит разбитую тарелку члена съемочной группы. Планируют уже через полтора месяца. Медрик Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика.